Привет, я Шок! Сегодня мы открыли 200 новых кейсов вместе с художником скинов и с Максимом Бахтином. Все ролики с Максом не собирают больше 80 тысяч просмотров. Я боюсь, что это последний с ним ролик. Сегодня случилось чудо и лютое совпадение. Мы уже снимали интервью с Оливером, когда он попал в кейс комьюнити со скином Эмки. А в этом кейсе оцепнули его скин на P90. Всё бы ничего, но сегодня Valve неожиданно убрали скин на AWP Doodle Lore и заменили его на скин Оливера. То есть в одном кейсе два скина от одного человека. Интервью с кем вы можете прямо сейчас посмотреть. Этот ролик стоит точно твоего лайка. В честь такого удачного события я разыграю 5 новых авиков в своём телеграм-канале. Ссылка будет в описании этого ролика. Погнали! Мы уже в кейс гоу и сейчас я буду открывать 200 кейсов, но не один, а с человеком, который нарисовал скин для этого кейса, а именно P90. Вот этот скин нарисовал Оливер Мадаров. Hello guys, спасибо, что позвали. И ещё один скин нарисовал наш гость. Максим, какой из этих скинов нарисовал ты? А эти перчатки сделал специально оформлено, видишь, такие золотые. Это мой круг дела. Надеюсь, надеюсь, и выводят. Которые сегодня не упадут в базаре, они сегодня тропнутся. У нас всегда с кинтами такая тема, что мы докупаем, там, не знаю, 10 скинов подписываемых и друг другу дарим, типа, как вот, типа, вот, удать или что-то такое. Да, у меня вот такой здесь, у меня есть вот такая вот штучка, вот. А, я понял, так, ладно, давайте, давайте начинать. Полетели. Кстати, ну, понятное дело, я сейчас буду тебя спрашивать про какие-то моментики, про то, как это всё получилось. Когда ты узнал то, что твой скин добавит? Да, я узнал это по факту, типа, я просто проснулся утром, что-то делал, и мне пишет просто, чувак, знакомый, типа, поздравляю, взяли, я такой, да ладно тебе, что-то гонишь. Потому что на письмо приходит, вот, а типа, я смотрю, письма нету, я говорю, типа, ой, всё, короче, нету, гоня, материться можно, кстати, на стриме или нету? Вот, честно, сказал бы раньше, да, можно, сейчас уже нет, потому что ютуб очень сильно бонит. Жёлтая монетка душит, старик. Да, хорошо, вот поэтому я и постарался быть обижливым человеком. Спасибо, спасибо. Ну, в общем, я ему сказал, типа, нет, я тебе не верю, только не в такой форме, конечно. Потому что меня уже один раз так это, ребята пошутили надо мной в прошлом пейсии, я там две недели в депрессии ходил. Вот, они там, кстати, подделали эти, там, подделали даже скриншот, ставили мой скин и, типа, его взяли. Я прям уже первые 20 минут я верил, что меня реально взяли, а потом понял, что нет, это было максимально emotional damage просто. Вот, а сейчас была, типа, похожая ситуация, потому что письмо не пришло. Я ему говорю, типа, не гони, чувак, это, типа, не смешно, потому что в прошлый раз реально в депрессию впал. Вот, а потом реально через минут 10 там пришло письмо, я такой, ого, серьезно? И, ну, и все, у меня сразу стал хороший день. У меня как раз, типа, через пару дней должно было быть день рождения, и я себе вновлю, просто такие молодцы. Просто классный подарок на день рождения мы сделали. На прошлом интервью ты говорил о том, что очень хочешь попасть в кейс, чтобы получить роялти, а в прошлый раз ты получил 100 тысяч долларов за скин в Dream and Nightmares. Вопрос. Поздравляю тебя, опять же, с роялти, поздравляю с своим личным скином. И второй момент. Потратил ли ты уже весь этот гонорар? Давно уже. Сколько прошло, полтора года или два? Прошел год, наверное. Но меня в Новый год взяли и чуть больше года, получается, прошло. Под Новый год же вышел этот пейс. Но там, типа, на самом деле, я-то сразу, и что там, типа, нормального тоже денег поднял. Ну, собственно, то, что мы открыли студию. Судина, суда? Судина, суда? Да, у меня там что-то типа 15 или 16 рецептов. Ой, господи, да, я помню про эти рассказы. Кстати, 16 рецептов в Рассе, это больше, чем один скин в кейсе. Ой, да, да, наконец-то. О, статрек, статрек! Заносик, заносик, заносик. Жесть. Она сейчас еще такая дорогая. Слушай, я... А какой филд? Слушай, ну я буду с ней играть, чел, я ее оставлю, я ее оставлю, я хочу с ней играть. Наконец-то я выбыл то, с чем я буду играть. У меня не было эмки такой. А сколько стоит, посмотрите? Я думаю, 400. 310 долларов, господи, это лучше, чем перчатки, возможно. Слушай, Мадаг, кстати, такой вопрос. А Киути были первые москаты увидел письмо, тоже твой скин приняли, вот ты вот увидел это письмо, вот первые секунды, что ты вот почувствовал. То есть, типа, тебя застанело там как-нибудь, может... С вот этого кейса или с принтушевого? Да, 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 вот снова, снова, снова. У тебя такое, знаешь, ощущение, когда ты радуешься, но у тебя нету такой жести, что как тебя, типа, как ты выразился, типа тебя застанело. Ты типа поверить не можешь, на самом деле. Я вот целый день даже поверить не мог, вот это первое, что-то реально случилось, что это все, все теперь типа изменится. Это же реально просто меняет полностью твою жизнь. Это может троить, наверное, с каким-то лотерейным билетом, да? Когда у тебя вчера ничего не было, а сегодня у тебя... Да, да, но там же ты, когда выигрываешь, ты сразу типа в шоках такой. Ну хотя там тоже, наверное, не веришь сначала. Я не знаю, ни разу не выигрывал вторее ничего. А ты можешь рассказать какие-то истории, судя по людей, которые делали скины? Может быть, кто-то заработал огромное количество денег, вспился, умер, может быть, кто-то стал владельцем какой-то дизайнерской студии? Даже не знаю. И вот я знаю, вот, ксета достаточно близко, типа, вот он сейчас бар типа в Москве открывает. Но у него уже 6 типа спин-офф в игре. 6. Чтобы крышу кому-то сорвало, даже не знаю. Был ли ты на грани? Да мне кажется, мне даже сейчас уже типа подсрывают, на самом деле. Короче, у меня же Royal не было. А вначале, когда тебе много денег падает, и там у меня сразу-то упало там с кс-ки, я эту студию открыл, и типа, у тебя есть деньги, и ты привыкаешь их тратить типа вот на всякие там, типа, баленциаде там, на всю эту хуйню. И потом ты такой, деньги заканчиваются, а ты продолжаешь их тратить, как будто они у тебя бесконечно будут. И я помню, я полетел в G-карту, у меня оставалось 8 тысяч долларов, типа, все мои бабки, которые у меня вообще были. И я поехал, и на 7 тысяч долларов закупился, типа, просто... Блин, все, что мы не взяли. Да. А потом я приехал домой, у меня, короче, мне надо было расходить на студию что-то купить. У меня, короче, осталось 200 долларов. И я пишу, окей, типа, окей, типа, пиздец, лоп. Блин, на это играть, Кейвич, ты мне мне денег. И, короче, окей, ломанэ. Да, я, ой, 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 ой. Окей, смотри. Окей, смотри, не кидает, типа, денег, и на следующий день мне приходит отцент, прикиньте, кто из-за... Ой-ой-ой-ой. Я ж, типа, статуировок ушел. У меня был какой-то определенный лимит денег вначале, который заработал, и просто мы их тихонько тратили, чтобы я мог делать скирли, типа, работать и не ездить по работе. И вот буквально, когда они начали заканчиваться, у меня прилетел первый отцепт в Rusty. Я тогда купил ноут, у меня опять начали заканчиваться деньги, потом опять отцепт прилетел. Потом еще отцепт, потом в КСК. Типа, и вот каждый раз вот так вот. Деньги заканчиваются, а теперьчик обратно прилетает. Слушай, Эрик, а там АВИК, кстати, выпал. Солько он стоит ничего? Да, мне выпал за это время. Уже АВИК еще по 90 твой выпал. И, кстати, твой B90 стоит 10 долларов. Там нормально сейчас дропывается, кстати, на фончике. Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте GDrop, и я вам сейчас покажу их новое обновление акций. Во-первых, у них есть скинопад. Если вы делаете депозит 1000 рублей условных, вы получаете 1000 веб-поинтов. И нажимаете на кнопку «Опменять». И вам сайт решает выдать какой-то приз. Мне сейчас выдали АКС-47 аквамариновую месть. Это абсолютно кэшбэк. Это просто халява, которую я получил из-за того, что сделал депозит. Второй момент — это подарки от Санты. Два раза в день обновляются задания. Чем больше заданий вы выполняете, тем больше у вас баллов. Если вы накапливаете то количество баллов, которое нужно, вы попадаете в топ-100 и забираете гарантированный приз в 2000 рублей. К примеру, тут задание — создать контракт минимум на 2000 рублей. Два контракта. Давайте его начинать делать. 3200 — это первый контракт. Все, это еще один контракт. И все, наше задание не выполнено. Такая вот история. И давайте откроем какой-то кис с перчатками. Хочу перчатки. Хочу синие перчатки. Синие перчатки. Я просто обожаю. Я очень хочу их. Ожидайте следующий ролик про КС именно с этими перчатками. Не забывайте про мой промокод CLUB33. Вы получаете плюс 11% к депозиту к любой сумме. А мы идем дальше. А куда выгоднее попадать авторам? В синьку условно, в фиолетовую либо в красную? Конечно, в синьку. Вы все получаете одинаковый процент. Потому что мы получаем процент с ключа, а не с цены к пушке. А, с ключа только и получаем. С ключа. То есть даже не с кейса, даже если вы купите ключ, даже вы откроете кейс, не откроете. Это уже нас не касается. Вы купили ключ, и нам пришел процент именно за ключ. Поэтому на всех с красным, с синим делятся одинаково. Но красных только две пушки, а синих много. И просто тупо легче попасть с синькой в игру, потому что слотов просто намного больше. А то больше, да. Вот, кстати, вот насчет синьки. Вот это тоже мой знакомый тип сделал. Скар сделал. Скар очень крутой. Я, честно говоря, мне кажется, он должен быть в пиолке. Странно, что он в синьку вылетел. Плитка, плитка. Вот видишь? Вот ты думаешь, что это как стенка туалета, а это на самом деле жесть как качественно и круто сделано скину. Ну, типа... Ну, из-за того, что 2D сделано в стиле объема. Ну, объемно очень. Да, ну, вообще, в целом по дизайну, типа по тому, как цвет переходит один в другой, как это все цвета расположены. Именно вот со стороны дизайна это просто очень классная работа. Если сравнить вот с многими другими сканами. Ну, и, конечно, я не буду говорить плохо по скину. Ты хочешь сказать про этот NB5, я понимаю тебя? Да. То есть вот эта работа делается просто 10 минут. Вот я серьезно говорю. Ну, вот как раз-таки за объем я же до сих пор играю вот с этим галашом. То есть мне нравится картель из-за того, что он очень сложно. Посмотри. Он же тоже входит... Картель Крым. Да, он тоже обостровский. Картель Крым. Картель Крым из-за самых сложных скинов. Ребятка, у нас очень много выпало синьки. Сейчас я сделаю из всего этого дела контракт и покажу вам только конечные результаты. О, еще одна МК. Ох, как хорошо МК падают. Ой, как хорошо она падает. Так, я хочу тебе задать такой вопрос. Очень актуальный. Как ты знаешь, сейчас нейронка становится популярной. А возможно ли такое, что в CSGO кто-то решит схитрить и нарисует скин нейронкой? А я тебе скажу больше. Я знаю лично таких людей, которые рисовали с нейронкой. Но вот там, смотри. Допустим, вот это вот хочу... Это может быть с нейронкой? Нет, это не может быть нейронкой. В любом случае, нейронка, она как бы... Она не может тебе под скин... Потому что мы, когда рисуем скин, мы же под... Не знаю, как... Типа под геометрию рисуем. Например. А нейронка, она такого не поймет. Она просто тебе что-то сгоневирует левое. И чаще всего там косяки какие-то есть. И ее можно использовать для фона. Вот я знаю много людей, кто использовал нейронку чисто чтобы подкладку под основной арф. Типа, ну типа что-то там расходятся, какие-то полоски, там вот эта вся херня. Это как бы спокойно нейронка делает. И типа и достаточно красиво и классно. А именно сам арт, если ты хочешь, то конечно нет. То есть, это можно использовать как референс, например. Ты пикаешь нейронкой здесь и там разных вариантов. И что-то из них красиво выбирает, что тебе понравилось. И уже адаптируешь это потом нормально. Перерисовываешь, что оно такое. Так, осталось у нас не так много. Я открою, открою быстренько, потому что затягиваем уже нам под это МК. Ну, а как иначе 200 гребанных кейсов? Но, я вам скажу так, сегодняшнее открытие, оно меня удивило. Мы реально много получаем. Слушай, мне не падал нож уже очень долго. Я все-таки хочу это увидеть, поэтому я буду вот так вот смешать перчаточки, да, был очень сладеньким. Ножик-ножик. Ой, да, перчатки-перчатки-перчатки. О, я даже не знаю. Но я думаю, что с перчами больше открывают вот именно клач, мне кажется, самый открываемый. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но, насколько я знаю, он один из точно самых открываемых. Ну, там перчатки, значит, наверное, перчи. Но, чем меньше кейсов с перчами, тем дороже перчи. Правильно понимаю? Должна быть лимитированность какая-то. Угу. Нет, я думал, ой, мне выпал по 90 твой 100 трек, да. Да, кайф. Ты заметил, что я сделал то же, что он фиолетовым становится, типа, кейбаемым. Качество? Чем он больше. Да. М-ка же вообще стоит в итоге дороже, закаленная. Да ладно? Ну да. Стоит дороже, чем фактор в нее. И вот я думаю, интересно, с по 90 так же будет или нет. Интересно. Ну, с М-кой больше все-таки люди играют, и, мне кажется, на по 90 как-то не обратят внимание. Смотри, на месте Вальв. сейчас ситуация в целом у КСа хорошая аудитория есть, хоть и на киберспорте цифры падают, но все нормально, деньги зарабатываются. Что ты бы сделал на их месте сейчас с индустрией скинов, чтобы было бы только больше, больше доходов, больше аудитории? Мы на самом деле все ждут G-402, правильно? Кстати, вот и вопрос, связанный с сурсом и с переносом скинов на этот, на новый движок. Вот я, честно говоря, не знаю, но у нас есть теория, но лично у меня, что там же есть, короче, когда ты делаешь скины, там есть стайлы, типа так называемые, типа Gunsmith, Custom Paint Job, там то все, и они постепенно добавлялись, вот. И вот Gunsmith, это самый последний стиль, который добавился, под который можно делать скины, и мы полагаем, что они должны добавить 10 стиль, в котором можно будет делать что-то подобие PBR, типа, где можно будет уже говорить, ну как говорить, типа, указывать на картах, где металл, где пластик и все такое, потому что сейчас это делать невозможно и приходится, типа, через костыли это все реализовывать. И вот мы все очень сильно ждем, чтобы можно было делать это под PBR, типа того, потому что мне кажется, это будет очень кайфово, это будет новый уровень скинов вообще. Условно, когда выпустят новый движок, Sur2, старые, что будет со старыми скинами, типа, просто оставят... Да, конечно, принесут, да, конечно, они прям все скины будут перестать, но они же не фрики, так это же одна и та же стратегия, одна и та же формула, почему какие-то скины не должны переносить, какие-то приместят, все будет во втором сурсе. Я полагаю, что все останется 100%. Крайние на сегодняки есть. Раз, два. Ой, хорошо, ну нет, ну не очень. Сколько у тебя скинов сейчас подготовлено для релиза? Ни одного. Но я сейчас сделаю один скин с этим. Сатрек, сатрек. О, ладно. Нормально. Мы из прямо завода это супер кайф. Баттлскар. Баттлскар. Ну слушай, он не выглядит, как Баттлскарт. Хотя ни одного розового. Кстати, прямо завод не упала за все два ролика, которые мы снимали. Ну, сейчас красный калаш упадает. Относи невада. Ну, ну, я им к паучу как бы тоже ГБН такой, но в целом мы в минусе если так говорить. Кстати, Dream 7 лет Марс открывает очень жестко, хорошо, почему-то. И мы таки смотрим на это. Безроял Ти. У нас верчите курс. Бэт. Все. Он сейчас будет блажирная точка. Он не разозлил. Он не разозлил. Ты можешь добивать, добивать. До депси, до депси. Дарочек пошел. До депси. Что брать? Даша. О, Бэт. Ладно, ребятки, что я могу сказать вам? Мы заработали с открытия 200 кейсов М-ку, который стоит долларов 300. Али, который я продам, М-ку, который я продам, все в целом наверное будет стоить около 400 долларов. Ну, хоть что-то. Хочется. Да, я доволен этим открытием. Плюс у нас было такое мини-интервью с художником скина по 90. Мне кажется, это классный интерактив. Поэтому, если вам понравился этот материал, если вы кайфанули, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и ждите мой новый ролик, который выйдет уже совсем скоро. И не забудь про конкурс, который у меня в Телеграм-канале. Переходи прямо сейчас. Это был я, Эрик Шоков, Максим Бактин и Оливер Мадара. На фончике просто посидел. Все, всем пока.